После долгих ожиданий, действительно настоящим подарком для жителей гостей города стала обновленная набережная. Здесь собрались различные умельцы, народные умельцы и творческие люди. А ожидание действительно было долгим. На протяжении всей стройки мы наблюдали за тем, как кирпич к кирпичику укладывается плитка. В итоге одна из главных туристических улочек сильно преобразилась. В 584 день рождения города по обновленной набережной прошлись сотни горожан. Я очень рад, что сделали такой арбат, улицу для пешеходов. Здесь можно просто хотя бы погулять. Поиграть? Да, конечно же, поиграть. Набережная очень понравилась, красиво сделали. Очень приятно, дорогая единица. Очень нравится, очень. Нравится? Ну, живите красиво и людям хорошо прогуливаться. И хорошая сама задумка, проект хороший. Все нравится. Более притягательная, доступная для людей, приятно погулять по ней. Полюбоваться преобразившейся набережной пришла и семья Мошевых, Галина и Леонид. Кстати, в этот день они получили поздравления от администрации города с 50-летним юбилеем своей совместной жизни. Ну, а мы же поинтересовались, в чем же их секрет. Ну, наверное, нужно уважать друг друга, прислушиваться и... Уметь прощать небольшие, маленькие жалости. Официальное открытие Соликамского Арбата, как и полагается, началось торжественно. Я с большим удовольствием поздравляю вас с этим замечательным праздником. И дарим, наверное, мы сами все себе вот этот замечательный уголок, пешеходную зону, по которой будут ходить наши мамочки с детишками, наши экскурсии будем проводить. И вот именно такие места замечательные, которые у нас есть, они дают людям любовь, любовь к своей малой родине. Соликамский Арбат открыт. Дело остается за малым. Сделать это место таким же культовым, как и в Москве. Ну, а как же во время народного праздника без народных гуляний? Ну, а гулять нужно в настоящих народных костюмах. А вот эти прекрасные одежды предоставлены Соликамским краеведческим музеем. Что ж, я тоже попробую и немножечко прогуляюсь. Наряжаться, как оказалось, любят и взрослые, и дети. Одеть костюм, например, крестьянки стоит 50 рублей. Если же дворянки, тогда 100. Ну, прелесть же. Нужно такой себе дома сшить. Ну, прелесть же. Посмотри. А? А, посмотри. Какая девка-то говорит? Синная девка. Костюм синой девки. И платье, и музыка, и улыбки на лицах горожан все это, несомненно, поднимало настроение. Остается только надеяться, что Соликамский Арбат, по примеру, Московского, со временем станет таким же культовым местом притяжения жителей и гостей города. Илона Измайлова, Сергей Зимзеев, телекомпания Соль-ТВ.